О главах 9 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и их процветания». Финансовая независимость – мудрое распоряжение деньгами. Путь к финансовой независимости начинается с наших мыслей, с наших правильных установок, с нашего сознания. Поэтому просто необходимо честно посмотреть правде в глаза и на то, как обстоят ваши дела. Если вы зависимы от финансовых вопросов, вы не можете по определению быть свободным, так как это накладывает определенные ограничения и плохо влияет на любые отношения, как с самим собой, так и с другими людьми. И не иметь значения, от кого вы зависимы – от мужа, семьи, родителей или начальства. Если вы это понимаете и осознаете, считайте, что процесс уже начался, и теперь все будет зависеть только от вас. Кто-то специально ищет того, кто станет обеспечивать и содержать, думая и надеясь, что жизнь будет надежной. Кто-то ищет богатого мужа, принца на белом Мерседесе, который приедет и сказочно изменит жизнь. Все возможно. Въехать-то он и въедет, но что потребует замен? Вот в чем вопрос. Может быть, тебе придется соглашаться со всем, что он скажет, отказываться от своего мнения во многих вопросах. А он может быть еще и недоволен и требовать отчета за каждую рубль. И нет никаких гарантий, что он всегда будет богат. Кстати, даже работа не дает гарантий и не может защитить от финансовых проблем. Очень многие держатся и боятся потерять ее, будучи неуверенны в себе, думая, что не смогут найти другое место. Если присмотреться, среди богатых людей тоже очень много тех, кто боится потерять то, что имеет. Вот и получается, человек, у которого ничего нет, неуверен в себе, ищет способы заиметь деньги, полагая, что они дадут ему полную уверенность. А разбогатев, он понимает, что изменилось, просто стало больше дензнаков. И он судорожно размышляет, как бы сохранить деньги, как бы их не украли. А кому внезапно удалось разбогатеть, тот думает, что вообще делать с деньгами. И где же эта уверенность? Уверенность и защищенность – это внутреннее состояние. Уверенность и защищенность – это внутреннее состояние, которое можно приобрести, взрастить в себе, а затем просто поддерживать. Процветание и богатство – это состояние ума. Вот, всё начинается с вашего сознания и подсознания. Когда человек понимает это, работает над собой и достигает сознания процветания, то с ним всегда всё будет хорошо. Он сможет пережить любые спады, адекватно отнестись к большим подъёмам и создать для себя всё, что ему необходимо. Всегда помогая другим и не ставя себя выше их. Даже если знает и имеет больше, понимая великую мудрость. Бог дал, Бог может и забрать. Поэтому он соблюдает духовные законы и знает, насколько они важны для приобретения, а также для приумножения и поддерживания того уровня, который у него уже есть. С чего же начать? Первое, что необходимо сделать, это подумать и решить, что вы хотите иметь, какое финансовое будущее хотите для себя. Многие говорят так, хочу жить лучше и иметь больше денег. Желание само по себе хорошее, но это не цель. Для кого-то 400 долларов большие деньги, а у кого-то другие желания и потребности. А какие потребности у вас? Необходим чёткий план и конкретная сумма на полгода, на год, на пять лет и так далее. И сделать его необходимо письменно. Да-да, дорогие мои, именно записать. Пока вы о чём-то думаете, что-то хотите, это мечты. А когда вы определились конкретно и зафиксировали всё это на бумаге, это уже план, ваша карта жизни. Кстати, имейте в виду, когда вы составили письменный план, записали цели, считайте, что полдела уже сделано. А начать можно с того, что записать, например, мои доходы увеличиваются в два, в три, в четыре раза к такому-то сроку. Поставить дату и обязательно добавить к всеобщему благу, чтобы не причинять никому вреда. Или я получаю такую-то сумму в месяц, с благодарностью принимаю это, или что-то лучшее. Так как ваши планы, конечно, великолепны. Но у Вселенной они могут быть более грандиозные, намного лучше ваших. Для начала лучше записать в два раза, а на более дальний срок определить другую, более существенную сумму и написать именно доход, а не зарплата. Некоторые спрашивают, а как же моя зарплата увеличится за полгода или год, если она фиксированная? А кто ее зафиксировал? Вы сами? Может быть, вас ждет приятный сюрприз, а вы себя ограничили зарплатой. Поэтому мы им пишем доход, так как доход подразумевает материальные блага из различных источников. Как сказал Наполеон Хилл, я еще не видел ни одного человека, которому удалось разбогатеть, занимаясь тем, что в тягости. Богатый и процветающий человек занимается тем, что приносит ему удовольствие. У него любовные взаимоотношения со своим делом. И деньги работают на него. Почему? Потому что этот человек обладает психологией процветания и владеет знаниями. Как шикарно у меня написано. Любовные взаимоотношения со своим делом. Богатый и процветающий человек занимается тем, что приносит ему удовольствие. У него любовные взаимоотношения со своим делом. И деньги работают на него.